Девочка-пай Алло, Ирина, это Елена Тюленева, компания «Эйвен». Здравствуйте, Елена. Звонила, как обещала, чтобы узнать, как у вас дела. У вас есть несколько минут поговорить со мной? Да, конечно. Тогда я вас попрошу приготовить буклет представителя и чековую книжку. Так, все готово. Отлично. Помните, на прошлой встрече я вас просила заполнить страницу 34? Да, конечно, все сделала, как вы просили. Посчитали и внесли из чековой книжки число клиентов, число заказанных каталогов, сумму вашего заказа и сумму покупки одного клиента, да? Да, конечно. А теперь давайте перенесем это в табличку «Планируем свой доход» на странице 18. Мне прямо сейчас записать? Да, конечно. И диктуйте, пожалуйста, потому что я тоже буду себе записывать. Так, число клиентов 20. Отлично. Какая вы молодец. Сумма моего заказа – 5420 рублей. Это очень хорошо. Но, Ирина, помните, я вам рассказывала, что на первые три заказа лимит кредита – 5000 рублей? Да. Поэтому вам необходимо будет сделать предоплату на сумму превышения кредита. Вам надо будет воспользоваться квитанцией, которую я вам показывала на прошлой встрече. Да, хорошо. Ирина, диктуйте, пожалуйста, дальше сумму покупки вашего клиента. Так, средняя сумма покупки у меня получилась 271 рубль. Хорошо. А как вы планируете размещать свой заказ? Вы знаете, Лен, я подумала, что лучше это сделать по интернету. Дополнительная трехпроцентная скидка мне не помешает. Вы молодец. Давайте тогда посчитаем, какова же будет сумма вашего дохода при такой скидке. Так. Лен, у меня получилось 1517 рублей. Да, у меня тоже получилась такая же цифра. Давайте ее запишем. Готово. Вот видите, мы с вами все ближе и ближе к нашей намеченной цели. Да, точно. Ирина, сумма вашего заказа уже составляет 5420. А у вас еще есть пару дней до сдачи этого заказа. Возможно, у вас появится еще парочку или троечку клиентов. И сумма заказа вашего увеличится. А, соответственно, и доход ваш тоже увеличится. Ирина, скажите, пожалуйста, а какими рекомендациями по увеличению числа клиентов и средней суммы покупки вашего клиента вы воспользовались? Лен, ну, во-первых, мне очень помогли те вопросы из чековой книжки, которые вы мне рекомендовали задавать моим клиентам. Да, здорово. За счет этого у меня увеличилось количество клиентов, и у меня стала больше сумма заказа. А еще, Лен, вы знаете, мне так понравилось ваше обучение. Теперь я могу правильно подбирать косметику декоративную. Теперь я могу рассказывать клиентам, как правильно ухаживать за своей кожей. Вы знаете, это так здорово. Я даже чувствую себя уверенней. И у меня гораздо больше стали заказывать продукции. Это очень хорошо. Ирина, я вас поздравляю. Вы молодец. Вы выполнили условия второго уровня программы развития нового представителя. Вы рады? Да, я очень рада. Я очень старалась. Ирина, вы уже такой успешный представитель. Я уверена, что вы с легкостью выполните все остальные уровни этой программы. Я обязательно постараюсь и сделаю все так, как вы меня учили. А также, как вы помните, я вам рассказывала о нашей долгосрочной программе «Президентский клуб». Я уверена, такой активный представитель, как вы, обязательно станете членом этого клуба. Да, постараюсь сделать все для этого возможное. А еще, Ирина, я думаю, вас заинтересует следующая ступень карьерного развития в нашей компании. Это возможность стать координатором. Да, Лен, если честно, я даже не ожидала, что у меня будет такое количество клиентов. Поэтому я уже даже задумалась, что, может быть, мне стоит попробовать стать координатором в дальнейшем. Отлично. Ирочка, я с вами прощаюсь. Желаю вам успехов в дальнейшем. И всего самого-самого наилучшего. Если у вас возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, звоните в любое время. Спасибо, Лен. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова